Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Блайда. О политике ближайший час говорить с вами не буду, а поговорим о том, что Одесская рэп-группа Перелом выпустила новый клип. Он имеет название «Вера», а вот о том, как его снимали, кто писал для него текст, поговорим с лидером этой группы, Александр Доль-основатель, у меня в студии. Александр, привет, рада тебя видеть. Здравствуйте. Ты когда приходил, говорил, назови меня основатель обязательно, потому что для рэперов очень важно, чтобы был рядом с именем Ник. Ну да, это же Ник, это просто некоторые путают, думают, что основатель группы или основатель рэпа, там некоторые излятся, но это все такое. А почему для рэперов важно, чтобы рядышком был Ник? Бывает такое, что его нет? Ну потому что, ну откровенно, если говорить, то каждый работает на имя, правильно? И имя говорит о чем-то. В данном случае основатель пришло ко мне там с определенной историей. Ты поняла, что это связано с тем, что ты основал вот группу, да, основатель или нет? Или это в своей тусовке у тебя там какая-то история, да? Ну и получается как? Мы заявляли о том, что мы основали одесский олдскульный рэп. Так, а теперь давай вот тоже поподробнее. Олдскульный рэп, чем он отличается от неодскульного вообще, какой еще бывает? Ну, олдскульный от неодскульного отличается, наверное, как я это вижу, поколением. То есть на сегодняшний день тот же рэп-исполнитель, такой как Моргенштерн, это считается новая школа. А, допустим, такой как Bad Balance, это старая школа. Но мы понимаем, что пройдет пару лет, и Моргенштерн может уже стать олдскулом, и появится какой-то ньюскул. Поэтому называть конкретно вот есть вот это ньюскул, и они всегда будут ньюскулом, это как бы неправильно, как я это вижу. Расскажи пару слов о вашей группе. Перелом. Мы с тобой не первый раз встречаемся. Ты когда-то приходил на один из одесских телеканалов и рассказывал о рэп-фестивале. Два года назад он проходил. Ты говоришь, что он еще и в прошлом году проходил этот рэп-фестиваль. Да, название разное было. Расскажи о том, когда основали группу, сколько у вас человек. Потому что мне сказали, что 10 человек в рэп-группе, но для меня это как-то так шокировало немножко. Чем вы занимаетесь? Короткая визитка о вас. Насчет фестивалей. Это в 2019 году, когда мы уже с тобой общались на другом телеканале, я рассказывал о фестивале Bad Balance Open Rap, который проходил в Одессе в Южном парке. А в 2020 мы тоже проводили фестиваль, но название дали ему Rap Mania 2020. Но группу вы основали еще до фестивалей. Да, группа уже давно. Сколько лет группе? У меня просто группа была с разными названиями, то есть мы меняли название. А Перелом с 2019 года, со 2 марта, вот мы решили... Так, и у вас 10 человек в группе Перелом. Нет, когда мы начинали, нас было двое. Я и Элях, и я Пилипчук. У вас как сказка рукавичка. Сначала вдвоем, а потом рукавичку заходило бы все больше и больше участников. Да, всех притягивала эта рукавичка. Саша, давай посмотрим клип. Да, конечно. Это ваш новый клип, он называется «Вера». Вы его сняли совершенно недавно, смонтировали. Посмотрим, увидим ваше творчество, чтобы не говорить, а потом обсудим все подробности и детали. Да, с удовольствием. Находить среду, где можно доверять слову, веру создавать. Мы верим в любовь, мы верим в дружбу, даже в трудных параллелях надо оставаться. Находить среду, где можно доверять слову, веру создавать внутри, как основу. Для тех, кто верит, открыты двери Вне времени проходят по мелодиям идеи В малом и большом размере, двигая темы Мы создаем свои картины с помощью веры Я пробираюсь сквозь толпу, вперед иду Понимаю, что могу слово продвигать вокруг Не режет слух, не колет глаз, не ломит кости Если доверяют нам хлеб и соль гостям Трейд всем ветрам, свободным сердцам Баланс и перелом идет волной по городам Где по пустыне караваны перевозят древний груз Под звездным небом мы взяли верный куст Как амитверт, будь знай, нет потерянных для неба Укажет твой путь в рай, если не поколебима вера Топлюкательную грею монастырь надежд Между небом и землей святых и невежд Невидимая бронь, вера в суде за душу от твых раз Молит твой слов на листы, на листы чистота Пускай, Господи, вместо дел вера зачтется Если список неправедных, все в таке тебе прочтется Колокольный звон, душа пора на исповедь Вера голодна, любовь нам ждет уже не истово Осток Христова издав на твоих ушах шепчет Любовь внутри, надежда рядом, вера становится крепче Мы верим в любовь, мы верим в дружбу Даже в трудных параллелях надо оставаться Находи среду, где можно доверять Слову веру, создавать внутри как основу Я верю только тем, кто временем проверен Тем, кто остался стиль уверен, не напялил перья И у кого где-то в груди еще урчит пропеллер Подбит ударов девяносто, так примерно Я верю тем, с кем было выпито немало С кем попадали под замесы, с кем подруг снимали Кто рядом был тогда и до сих пор на связи Поднялся, кто из грязи в князи, не ставшим разью Я верю в силу духа, так как тело бренно Я верю в силу воли, а не в крепость плена И что Господь следит за каждым нашим шагом с неба Пока идем вперед мы слепо, я верю Загляни глубоко в свою душу, послушай Вера преграды, сомнения рушат Служат тем, кто истинно верит Светом освещает пруть тем, кто в темноте потерян В голове идея обретает смысл Мысли становятся частью твоей жизни Вера, храм, путник верит в Слову Бога Дайны открыты, притчи Холомона Громко с верой возвышая свой голос К небу не остался тенью, не подался с обвенью Нашел спасенье, наполняясь светом свыше Вера это тот, чем каждый из нас дышит Мы верим в любовь, мы верим в дружбу Даже в трудных параллелях надо оставаться труп Находить среду, где можно доверять Слову, веру создавать внутри, как основу Мы верим в любовь, мы верим в дружбу Даже в трудных параллелях надо оставаться труп Находить среду, где можно доверять Слову, веру создавать внутри, как основу Спокойный, добрый и без использования матов. Саша, вот это первые слова, которые ко мне пришли в голову, когда я посмотрела клип. Кто писал текст? Каждый участник писал сам себе. Вообще-то так происходит, да? Всегда. Если есть какая-то коллаборация, то каждый сам себе пишет. Да. Но это нормально, все рэперы так делают. Все уважающие себя рэперы так делают. Каждый пишет себе текст. Но общая тема есть, все равно общая тема задается. Нет, общую тему задаем, и там написал первый. И может быть мы отталкиваемся от этого первого куплета и открываем, раскрываем тему. Кто придумал концепт Веры? Вот назвать песню Вера, ты, да? Это твоя идея. Почему? Вот откуда возникла такая мысль? У меня вообще желание альбом, это рабочее название альбома, Добродетель. Туда будут входить Вера, надежда. Любовь. Любовь, искренность уже есть. И посмотрим, что еще. Ну, такие вот названия интересные. У нас такой добрый рэп. Ты не используешь маты, да, в своих текстах? Не, не использую. А почему? Это принципиальная позиция, потому что вот мое ощущение от рэпа современного, вот я вот честно не фанат этого жанра, но когда попадаю, почему я не фанат? Потому что там много агрессии, много матов, и мне кажется, что я вот сейчас слушаю и становлюсь злее. У тебя все очень, наоборот, по-доброму, как-то вот так душевно о таких вещах, как Вера, надежда, любовь. Какая-то принципиальная позиция не использовать маты и как бы не пропагандировать агрессию в своих песнях? Смотрите, я не знаю, почему мне сейчас в голову пришел один отрывок. Есть такой юморист Павел Воля, может, вы слышали? Ну, по-любому слышали. Он там сказал такую интересную, не то чтобы тему, он рассказал ситуацию в жизни. Он как-то записал один трек, и в этом треке он использовал слово, там, пятая точка только, ну, вы поняли как. И он едет, да, в своей машине, слушает этот трек, и дети сидят сзади. И они слушают, и все нормально. И вот только когда он это слово говорит, а, папа сказал вот такое слово, то есть ему стыдно, да, в какой-то степени. Ну, дети растут, слушают, что там папа говорил по молодости. Так и здесь. Нужно думать, что твои дети скажут в будущем. Если ты будешь просто нести какую-то ересь и нести негатив, и, во-первых, зачем? Что ты дашь этому миру? А вот почему в рэпе так много текстов с негативным оттенком? А что внутри человека сидит, то он и говорит. Что его наполняет, о том он и вещает. То есть не очень хорошие люди, вот те, которые пишут об агрессии. Нет, они не хорошие, они не плохие. Я вообще не считаю, что люди могут быть плохими. Есть поступки, которые плохие, а сами люди, они всегда хорошие, так были созданы изначально светлыми личностями, так скажем. Поэтому всякие какие-то греховные моменты, это просто то, от чего можно отречься или то, от чего можно... Во-первых, каждая семья, у них своё воспитание, своё видение, своя правда. Саша, давай послушаем твоего коллегу, могу я так называть, Дмитрия Щербина, Джо Фрей, участник группы «Переломость» с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте, вы в прямом эфире «Думская», как нас видите, слышите? Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Только что посмотрели клипы «Вера», вы там тоже принимаете участие. Расскажите о съёмках, вот там несколько локаций, много. Как снимали, кто участвовал, какие ощущения вообще от процесса? Он не принимал. Скажу, что клип, клип, очень-очень мне понравился клип. Фэдбалансом, как основателем рэпа в СНГ, вообще. Скажу, что я был удивлён тем, что Саша Доль, как вообще наш предводитель группы, вообще человек, как человек, отличный человек, снялся в этом клипе, потому что он очень гордит, который я знаю, относительно давно, в данной группе относительно давно. И что хочу сказать. Клип снимался на разных локациях. Город Одесс. Это там, на своих стартах, всего. Немножко со звуком проблемы. Так, Дмитрий, немножко плохо вас слышали. Надеюсь, сейчас связь восстановится, наладится. Мы тут с Александром думаем на том, какие тексты сейчас появляются в современном, русскоязычном, украиноязычном рэпе, неважно. Вот одни пишут о каких-то таких позитивных вещах, называют песни «Вера», а другие, ну что ли, своим рэпом даже оскорбить какие-то определенные могут об определенных людей. Почему так происходит и почему выбрали именно этот такой добрый, добрый путь в рэпе? Потому что вера, вера в дружбу объединяет нас, объединяет нас, потому что и так много творится на улицах сейчас, всякие ерунды всякого злодеятельства и так далее. Мы хотим наших переломок, почек, всти, в рэп, в капельку добра. Мы за добро и за дружбу, в любовь. Так, и последний к вам вопрос, как думаете, рэп-культура в Украине, насколько развита? Рэп-культура в Украине? Скажу, рэп-культура в Одессе, в столице хип-хопа. Серьезно? Одесса – столица хип-хопа, да? Это так можно говорить? Это даже не обсуждается, поскольку Саша Доль, я, насколько я его знаю, как основатель, именно основатель рэпа в Одессе, он, он, он дал толчок хип-хопу. Он добитался с Бэт Балансом как основателем рэпа в СНГ. И теперь Одесса, как столица хип-хопа, будет давать толчки дальше и дальше. И мы не собираемся останавливаться, и все впереди. Амбициозные вы, ребята, амбициозные. Спасибо, Дмитрий Щербина, Джо Фрей, участник группы «Перелом» был с нами. Мы возвращаемся к вам, Александр, вы так улыбаетесь, даже стеснялись. Одесса – столица рэпа, это реально, да? Есть такая теза, да? Одесса – столица хип-хопа, это мы первые, кто об этом заявили, хотя сейчас, допустим, Киев и Харьков тоже могут об этом говорить, но они никогда, знаете, кто встал, того и тапки. Но мы не хотим эту тему развивать. Мы так видим, но мы дружим с ними обязательно. Так. Русскоязычный рэп бывает в Одессе? Есть ли украиноязычный? Конечно, конечно. Вот, допустим, недавно мы выпустили трек совместный из группы «Перелом» был я, Никому. Никому, кстати, Сергей Остапенко у вас тут в студии присутствовал и рассказывал о «Рэпмании 2020». Он победитель «Рэпмании 2020». И Фрисон – лучший рэпер, там, англоязычный, он зашел в «Рэп Авордс 2020» по Украине. Вот эти, ну, мы троем. И четвертый парнишка, у него ник «Халус», он на украинском читал второй куплет. То есть у нас есть такие треки. А в Украине вообще, извините, в Одессе, да, есть такие ребята, которые читают на украинском языке. Вы читаете на русском или на украинском? Я читаю на русском, но для меня как бы несложно и на украинском зачитать. А английский, например? На английском читают Фрисон. Я могу зачитать на английском, но у меня будет акцент. Ну, то есть я просто не вижу смысла. Мне надо просто немножко развиваться, чтобы это все убрать, этот акцент, чтобы красиво звучало, звучание было красиво. Не, можно красиво погнать, там, как помните, Russian Paradise, да, этот баст с таким акцентом. Но это было забавно. А, кстати, рэп каких стран еще слушаете? Недавно послушала польский рэп. Кстати, так интересно было даже задуматься, о чем там ребята вообще читают. «Был повод зайти в переводчик и перевести текст». Есть, есть. Что-то такое оригинальное слушаете из мировых хитов. Давно слушал. Польский рэп очень нравился. И нравится просто сейчас в последнее время как-то руки не доходят вообще в принципе рэп слушать. Сейчас пытаюсь слушать разную музыку. Почему так делаю? Потому что, слушая разные направления, ты можешь внести в хип-хоп-культуру что-то новое. А если слушать только один рэп, то как-то сложно, да? Ну а вот в Украине рэп-культура, она развита? Потому что, по моим ощущениям, она развита не настолько сильно, как там другие культуры. Там же тот же рок, например, или фолк, музыка. Вот как вы изнутри видите эту историю? Смотрите, я вижу так, что в Украине очень много рэп-исполнителей. Я бы сказал, что не рэп, ну как бы не развит, точнее рэп развит у нас в Украине. У нас может шоу-бизнес не сильно развит в этом направлении. То есть не сильно может интересно украинским продюсерам такие проекты. Они не зарабатывают деньги? Во-первых, у нас население, наверное, больше слушает поп-музыку, там вот как вы говорите, рок. Так как-то сложилось. Вот если в других странах рэп больше преобладает, у нас как-то меньше. Мы хотим, группа Перелом, внести эти коррективы, но внести в какой степени? То есть не говорить о наркотиках, не говорить о алкоголе или еще каких-то грязных вещах, а о каком-то добром, о чем-то добром, чтобы рэп для людей казался чем-то светлым, а не просто что-то вот ужасное. Кстати, о добром. Вот вы посмотрели клип «Вера», у вас еще есть клип «Надежда». Давайте его тоже посмотрим. Добрый клип. Конечно. Надежда, как сталь для снежни, ее не отнять, даже если мятежно закрыть глаза. Все, не все потеряв, моя надежда весна, дает мне огня. Надежда, как сталь для снежни, ее не отнять, даже если мятежно закрыть глаза. Все, не все потеряв, моя надежда весна, дает мне огня. Амаман, дилетант, но как танк готов к битве. Тащите правила войны, защита, молитву в обуме, крик-клак, патронам, титрам фильма. Типа-типа скриптом набить надежду да вера. В пеленах, не за горами, невидимыми мера. Прыгни мир, плодами дела, альфа и омега. Внутри пооднаковальны кредо, да на планету позитивости. В такт туда-сюда, голова, руки к небу, победа. Если тверд стержень, как железо, пьеса, кто писатель? Если не ты, по пути не перепройди, следи за шагами. Окей, вырубаю шагомер, среди законов гомера, поэм и проблем. Я поджег все масли, доробанул с каждого плеча. Моя надежда светит в весенних лучах. Надежда, как сталь для снежки, ее не отнять. Даже если мятежно закрыть глаза, все, не все потеря. Моя надежда весна дает мне огня. Надежда, как сталь для снежки, ее не отнять. Даже если мятежно закрыть глаза, все, не все потеря. Моя надежда весна дает мне огня. Я оставлю свой дом, я уйду пешком, если накроет грусть и пелена По тем улицам, по тем местам, городам, волю себе дам Жди меня, моя весна, жди меня, моя мадам Рисовал твои эскизы, рифмовал свои релизы, на виду не ведая Выполняю все капризы, исчерпал себя ценизмом, сам себе себя кормя Из-под ног ушла земля, встретила меня моя весна Я запаяю время на моменте, тормозну ту киноленту, облетаю всю планету Соберу все свои траблы и пущу по ветру, а за ним шлакету Этим летом мы тепло одеты, загляни поглубже в душу, если есть чем слушать, если есть чем слушать I take my way, I don't wanna go, I just need to stay at home, I just need to stay at home Надежда, как сталь для стежки, ее не отнять, даже если мятежно Закрыть глаза, все не все потеряв, моя надежда весна дает мне огня Надежда, как сталь для стежки, ее не отнять, даже если мятежно Закрыть глаза, все не все потеряв, моя надежда весна дает мне огня Живу надеждой, оставив позади все прежнее, лишнее Боже, услышь меня, окунусь в твои объятия, глубокие, ежные Словно океан своим взглядом манишь меня, твое присутствие Это лицо в воду, волна любви покрывает город мой в окнах Снова загорятся огни надежды, и кто-то искренне улыбнется ближнему Все эти прошлого прочь от меня, мой путь светил дом небесного отца Дают горы от твоего лица, пристань для глубины моего сердца На прижалях написан закон божий, люди думали, что это поможет им Сорок лет в поисках истинных грехов утолкли, как осень землю листьями Но только преданные выстояли Так, надежда, клип, да, вера, надежда, любовь будет Это тоже твои слова, да, Саш? Да, ну, где я читаю, это мой текст, а где другие ребята, они писали Ну опять, концепт, это вот то, о чем ты говоришь, что это вот что-то доброе, да, это что-то хорошее Это чтобы не алкоголь и наркотиках Да, надежда на завтра Надежда, как снимали этот клип? Вообще, как банально, выбрали самые красивые места города Одессы И пошли, поснимали, и там вообще еще такая погодка вообще удалась Было необыкновенно, ну знаете, такое ощущение, вот все прям, как это сказать Все прям располагало к снятию клипа И дождь, и солнце, и потом какие-то еще, какие-то погодные условия, ветер поднимался И мы так все красиво поснимали с разных локаций буквально за два дня Очень много информации было, и потом монтажер все это красиво так сделал Вы видели возле моря, мы сняли там так вообще похоже, как будто где-то там тропические какие-то страны Ну, я так это вижу Так, ну да, Одесса иногда напоминает тропики Но вообще, как это у вас происходит? То есть, есть определенный продюсер, или вы все сами делаете? То есть, просите оператора, или это ваш друг? Вообще, музыкой, рэпом ты зарабатываешь деньги, или у тебя есть такая какая-то классическая работа, на которую ты ходишь А вот рэп, перелом группы, это скорее про хобби Нет, музыкой зарабатываю Понятно, что не всегда хватает, как хотелось бы Продюсер, ну тут такой вопрос Он вроде есть, но вроде как нету Посмотрим, это все у нас сейчас Я сейчас как сам, как продюсер группы выступаю Коммерческие какие-то задачи у вас есть, да? То есть, вы бы хотели, да? Ну, конечно, а для чего тогда? Гастролировать, например, да? Ну да, у нас сейчас есть свой диджей, свои битмари, звукарь свой, свои рэперы Ну, понятно, группа рэперов, которых я вам потом скажу каждый ник, если интересно И получается, вот у нас все оборудование есть Колонки, микшеры, микрофоны, светомузыка, дымовуха Все есть, то есть, просто сейчас такое время, что, во-первых, холодно Во-вторых, в связи с коронавирусом пока не получается собирать Ну вот те 10 ребят, которые в группе, они, наверное, тоже бы хотели, да? Чтобы группа становилась на рельсе коммерческие То есть, это для вас хобби, но которое желательно, чтобы перешло в коммерческие Знаете почему? Почему? Ну, потому что ты не можешь полностью отдаться творчеству Когда у тебя не хватает финансов Тебе нужно еще, у половины группы, больше половины группы есть семьи И семьи кормить надо На одном творчестве просто дома сидеть, не сваришь Поэтому из-за этого хотелось бы, хотелось бы что-то делать хорошее Опять скажу, что-то доброе И чтобы это доброе... Еще и кормило семью И можно было что-то купить детям Почему бы и нет? Я не вижу в этом ничего плохого Так, а мы сейчас послушаем Валентина Бурденко И Люцифер, участник группы Перелом с нами на прямой связи Валентин, здравствуйте, вы в прямом эфире Думская Слышите, нас видите? Здравствуйте Люцифер, Перелом на связи Привет, обсуждаем сегодня ваш новый клип Посмотрели клип Вера Давай твои ощущения от этого видео, от того, как его снимали Какой результат получился? Ну вообще получилось реально очень круто Я был в некой степени удивлен Потому что это большой пласт такой в медийной индустрии, грубо говоря Поскольку Bad Balance это основатели вообще рэпа в СНГ И это вот такой вот вклад огромный Поскольку вот никто в Украине еще такого не видел При крайней мере я не помню Результатом довольны? Я так посмотрела на YouTube, вы залили клип, да? Не знаю еще на каких ресурсах На YouTube у вас 10 тысяч сейчас, да? Просмотров есть? За неделю За неделю, да? Довольны таким результатом? Как вам такой рост голосов? Ну прям вот быть довольным таким результатом Нельзя быть довольным результатом, всегда хочется больше и выше Но на самом деле вышло очень круто Вышло круто, результатом довольны Так, планы на будущее, да? И вообще вот не тесно в группе десятерым людям Меня вот до сих пор удивляет, что вы в десятером творите, да? Пишите, всем ли хватает места? Не деретесь ли за то, что вот следующий трек я там должен появиться, зачитать или в видео появиться? Как это вообще происходит? Как делитесь? Не, мы договариваемся, вот сегодня мы, допустим, пишем трек с теми-то, с теми-то исполнители и так далее, и так далее Мы между собой все решаем Как бы можно и сольно выпустить что-то, здесь без проблем Мы все находимся в одной стези и делаем ветер Так, Валентин, твое вот ощущение, твое мнение даже от течения такого, я его назвала сегодня добрый рэп, не знаю Вот вы называете свой рэп олдскул, я его называю добрый рэп Потому что, ну, тексты, да, вот мы слышим добрые, месседжи позитивные, о вере, о надежде, о дружбе То, что можно детям рассказать, да, и не стыдно, там, не о наркотиках, алкоголе и там каком-то другом подтексте Почему стезя доброго рэпа, как тебе в ней? Не хочется ли перейти на сторону, там, черную сторону? Здесь не то, что добрый, недобрый рэп Здесь каждый занимается тем, что ему нравится Допустим, там, готовится альбом, там, говорится о добрых вещах Ой, ты куда? Не уходи Говорится о добрых вещах, но, допустим, есть и новые в школе мы работаем сейчас Стараемся, вот я, например, делаю абсолютно разную музыку Я там делаю и альтернатив, и танцевальную музыку, и поп, все подряд Как бы это не устыкаивается только, вот, грубо говоря, на рэпе Мы мешаем все с рэпом Мы делаем все, вот, если можно так сказать Так, где можно будет в ближайшее время вас увидеть? Я понимаю, что карантин, ну, вот вы же можете там open air какие-то делать, на свежем воздухе что-то Уже планируете? Уже говорили о том, что будет весной или летом? Да, естественно, будет, много чего интересно, но пока все карты раскрывать не хочу Ну, хотя бы некоторые, да, хотя бы некоторые Это вы можете и у Сани спросить Так, хорошо, как скажете, спросим у Сани, Валентин Бурденко, Люцифер, участник группы Перелом был с нами И секретами делиться не захотел, вот так и запишем Саш, ну, тогда вопрос к тебе, да, о чем сейчас думаете, планируете Потому что зима немножко скучный период, еще и карантин Кстати, карантин не подкосил? Нет, нормально И коммерческие, творческие планы? Коммерческие, да, творческие нет Ну, вы же понимаете, коммерческие вообще, наверное, у многих людей Да, не только в сфере музыки и культуры, а и в сфере бизнеса Ну, мы не отчаиваемся, идем вперед А касательно, какие будут в будущем у нас проекты, там, фестивали Планируем на лето опять проводить фестиваль Тогда у нас в 19-м году назывался Bad Balance Open Rap В 20-м Rapmania, мы не ограничиваем себя каким-то одним названием Мы можем менять название, то есть просто все понимают, кто это делает Группа Перелом делает А сейчас, на ближайшее время, вот как только потеплеет У нас, я же говорю, есть вся аппаратура И будем искать место, где можно розетку на улице найти, подключиться и вперед У нас никто, как говорится, за руки не держит Можно делать, тем более мы ничего плохого не несем Ну, понятно, что люди разные бывают Кому-то нравится, кому-то нет Но все, каждому человеку можно найти подход А были истории, когда критиковали фестиваль, например, говорили, зачем вы это делаете? Я не хотел как бы об этом говорить Это же интересно Да, я об этом раньше говорил Хейтеров хватает Я вам скажу, каждому, не каждому, а есть люди, которым не нравится В инстаграме там мне такие гадости пишут Что-то пытаются, как у нас называют на сленге, предъявить Как ты реагируешь? Вот у тебя есть оболочка, которая защитная, которая открывается Наоборот, закрывается и все, ты непроницаемая стена Сначала меня это задевало, потому что я раньше с этим не сталкивался, понимаете А потом уже со временем мне также мастер-шеф из Bad Balance сказал, говорит Саня, это, говорит, жаба, не ведись, говорит Просто иди и делай Как я уже раньше говорил, караван идет, собаки лают Ну так, это немножко грубо Не будем сравнивать кого-то с собаками Я в том смысле, что есть люди, которым не нравится твое творчество И это нормально А есть люди, которым нравится И хейтеров почему-то всегда было больше, чем тех, кто любит Может потому, что, опять же, сейчас в мире как-то неспокойно И может слушать что-то доброе Типа, а, вот вышел, что он тут пытается рассказать такое доброе Что он сильно правильный Есть такая деятельность, да, на просторах интернета Профессиональный хейтер Мне кажется, что этот человек вообще может во многом не разбираться А, ну да, да Но вот обязательно что-то написать В разных сферах и всех Да, и всех вот, да, в негатив окунуть и написать что-то плохое Мне кажется, есть люди, которым вот прям нужно писать что-то плохое для того, чтобы самоутверждаться То, что я раньше говорил, как я это вижу Это в человеке внутри надо разобраться Ну, самому человеку нужно разобраться со своим внутренним миром Если у него внутри темная сторона, так скажем То оно его как бы и тянет темное Если он начнет работать над своей душой То, может быть, придет к чему-то светлому И начнет себя ограничивать То есть смирение Так, не надо, зачем Зачем оскорблять, зачем грубить Я всегда пишу, ребята, давайте, знаете, вот когда они начинают что-то там критиковать Я говорю, конструктивная критика То есть ты отвечаешь на комментарии? Ты отвечаешь, ты вступаешь в диалоги, да? Могу, да, я отвечаю нормально, если ко мне нормально Если переходят на личности, я также могу перейти на личности Потому что я тоже человек Пишешь в личку какие-то гадости, если там совсем хейт жесткий не пишешь В личку не пишу, я говорю, что если у тебя есть какие-то предъявы Дай мне свой номер, давай поговорим Либо давай встретимся, пообщаемся То есть никаких проблем нету Что ты от меня, ну, в данной ситуации хочешь Если ты просто тебя типает, потому что у тебя что-то не получается Ну, это твои личные проблемы Ты сейчас комментарии не отключаешь? То есть ты все читаешь, да? Все комментарии можно оставить? Но ты все читаешь? У меня много там подписчиков, 11 тысяч в Инстаграме На Ютубе вам оставляли уже комментарии, вот, когда вы выложили клип Вера новый? Да, конечно Что там в комментариях творится? На Ютубе около 200 комментариев, 10 тысяч просмотров Ну, в большинстве там, понятное дело, хвалят Bad Balance Говорят, ну, типа, круто, перелом, молодцы Есть, которые говорят, что, типа, уважают Bad Balance, а перелом такое себе Ну, это нормально, просто Bad Balance уже больше 30 лет в теме А мы... У них уже большая армия поклонников Как перелом, да, полтора года, как перелом Слушай, поклонники есть у вас постоянные вот такие ребята, которые ходят на фестивали, концерты, выступления? Есть, есть поклонники, есть ребята, которые пишут в яичку, всегда поддерживают Всегда там, если я выхожу на... в прямой эфир Всегда там, они зайдут на прямой эфир, там, что-то хорошее напишут, там, давай, зачитай, там, вживую То есть, ну, приятно Есть такие ребята, которые поддерживают И с такими даже, как бы, интересно общаться, там И я никогда себя не закрываю от людей Мне наоборот хочется больше общаться с такими ребятами Что-то подсказать, они мне что-то подскажут Потому что знакомство, они что-то дают по-настоящему Вопрос такой, что бы ты выбрал, миллион просмотров в ютубе или полный стадион людей, которые пришли тебя послушать Конечно, стадион Ничего нет, не просмотрят Стадион, это уже живая публика И вот хотела еще спросить, напоследок, перелом написано у тебя на толстовке И там есть такой логотипчик, расскажи о нем Да, это, получается, крылья ангельские Здесь альфа, это омега, начало и конец, получается И значение, начало и конец, это вообще Бог Конкретно Господь Иисус Христос То есть, опять же, добро, свет, ангельские крылья Это человек верующий, да, Саша? Да, здесь вот буква П, это буква Е, это буква Р, ну и вот П, Р, Л, О, М То есть у вас есть уже брендированные толстовки точно А что еще есть вот из брендированных вещей? Есть худи, есть кепки и есть футболки Это какая-то отдельная линия, да, для продаж, да? Да, ну это для своих, так сказать Мы пока мы с этим не занимаемся прям Не делали патент А просто тем, кому интересно Для фанатов, для тех, кто пишет, приходит и поддерживает Да, те, кто поддерживает нас, да Они хотят поддержать И, допустим, тоже, как бы, знаете Иногда хотят что-то купить Ну как, они могут Некоторые поддерживают, просто дают какие-то финансы, да, там небольшие А некоторые таким способом поддерживают творчество Мы с тобой об этом не договаривались, но я хочу попросить пару строчек Без проблем Да, давай Пару прям или можно, я вам куплет могу Давай, давай Я уже это читал Идет тропа бездонная без бога Пагубные итоги Люди-роботы живут по проге Я против обещаний лживых Не ради наживы Пока живы мы стелим текста в своем стиле Перелом на массиве Не будет пассивным Покажет свою силу Любовью и речитативом Супер, Саш, спасибо Я почувствовала крутую энергетику Спасибо Спасибо тебе большое, что пришел Александр Доль Основатель Лидер группы Перелом Был у нас в студии Мы говорили о новом клипе-группе Он называется Вера Меня зовут Таня Блайда И мы с вами увидимся В прямом эфире Счастливо Редактор субтитров А.Семкин